Дочка известного сатирикой кумира эпохи крайне негативно относится к новой жене своего отца. Она полностью уверена, что новая жена с ним только из-за денег, а сейчас ещё хочет на его имени сделать себе популярность. Хотя по факту ничего из себя не представляет. Молодая жена Евгения Петросяна активно делится с поклонниками мыслями на разные темы. Татьяна Брехунова хвастается кулинарными шедеврами во время самоизоляции. Причём многие уверены, что шедевры эти готовит повар, нанятый Петросяном. 31-летняя возлюбленная старика Петросяна не скрывает. Вынужденное нахождение дома даётся ей с трудом, ведь раньше она много путешествовала по миру. Одной из последних тем, которую решила обсудить с подписчиками Брехунова, стали прямые эфиры. Ей непонятен новый вид общения. Более того, она считает это бессмысленным занятием. Сидят два человека и беседуют о своём. Брехунова неожиданно резко высказалась в адрес блогера Насти Ивлеевой. Иблеева – это катастрофа. Страшно то, что её смотрит молодёжь, но девушка при этом не испытывает никакой ответственности перед молодой частью населения с неокрепшей психикой. Разговоры её сумбурны, а речь малограмотная, написала супруга Евгения Вагановича. Особенно Татьяна в ужасе от её поведения. Как известно, супруга Эл-Джея ругается матом. А ведь у звезды Ютуб свыше 15 миллионов подписчиков. Про мат я вообще молчу. Девушка, из чьих уст летит нецензурная брань, на мой взгляд, разлагающийся монстр. Если ты ляпнешь в кругу подруг что-то такое, это одно. Все взрослые люди и, как говорится, на здоровье. Но ведь аудитория Анастасии – это совсем молодые люди, которые думают, что матный сленг – это нормально. А ведь они – следующее поколение. Как они будут жить с атрофированными мозгами? Что они могут созидать? Задается вопросом Брехунова. «Эта девушка меня пугает. Видела её однажды и сразу сбежала от неё», – подытожила Петросяниха. Ксения Собчак, ведущая программы «Док-Ток» и «Осторожно, Собчак», считает, что Брехунова сама не так далеко ушла мозгами от Иблеевой. Просто тщательно это скрывает. Андрей Малахов, узнав об этом высказывании, чуть не упал со стула. Он сказал, что Брехунова чересчур предвзято относится к Иблеевой.